здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале но где-то мои любители красивых очень красивых синих цветов я отношусь к вам я вместе с вами перед вами очень красивый просто шикарный сорт rebels variant если я правильно произношу очень классный я вообще ну конечно я валяюсь от просто валяюсь от синие цветковых сортов фиалок все я если вижу синие фиалки я на какие не смотрю вот я сначала беру все синие а потом уже все остальное поэтому этот сорт не исключение и просто один из любимчиков как оказалось уже сейчас в моей коллекции такая красота вот такие махровые классные глазастые анютки они небольшие них не крупные но красивая вот она такая красивая такой цвет я просто все все бросаю и любой столько этой фиалкой потому что еще это все напистрелись на розетке еще это все вот много цветов вот у нас еще все 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 впереди и это первое цветение этого сорта очень красивый очень классный просто классный я такая красивая каемка она какая-то вот не четко карандаш на немножко расплывается где-то размывается и зацвел на стеллаже и все при красоте это все при нем ну красавец просто красавец рыба с валян если увидеть у кого-то в коллекции советую брать потому что сортом просто супер довольна потому что он компактный он небольшой все розеточка листики легко растет и просто вот такая красота и это все вот вместе взятые ну классно я думаю что достаточно вам посмотрите вы сами видите какой красивый сорт какая красивая анютка они все таки это не одна они все вот цветом стоят просто вот еще такая же а вот распускается только вот такое вот чудо такое и несмотря на небольшой недосветного стеллажей цветоносы крепкие держатся несмотря на те условия которые у меня есть и у меня достаточно строгие условия я бы так сказала для содержания фиалок им тут не не курорт у нас все должно стоять плотненько рядышком все но сорцы просто классный он умудрился зацвести показать свой потенциал показать свою красоту несмотря на все недостатки и в освещении да и вместе и цветоносы крепки над розеточкой ровненько и розеточка компактненько и листочки красивенькие и растет и цветет в общем молодец сорт очень довольна вращивать дальше спасибо вам за просмотр хорошего дня красивых цветов до свидания здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале перед вами сорт полу мини энд чареид красота просто я от нее боляюсь есть такое выражение когда я действительно очень-очень в большом восторге от фиалки во первых у нее лепесточков здесь такого зеленца сгущение немножко цвета по верхним лепесткам еще на всей этой красоте еще у нее штрихи то есть мы еще такие фантазийные и фантазийные да видно очень классно и это все вот эта вся красота еще на пестролистной розеточки которую я конечно же успела пообщепать немножко но разводим что делать нам нужно много таких красавиц очень красивый сорт классный еще как растет не скажу но у меня все с приставкой н цветут и растут очень хорошо селекция очень удачная классно для любителей миниатюры полу миниатюры это находка сорт потому что очень красивые цветы такие держатся и такая шапочка красотулечка из самых красотулечек класс сорт красивый нравится буду разводить выращивать классный сорт красивый вообще такая лепота с красотой в одном наборе красивый сорт спасибо вам за просмотр удачного дня красивых цветов и хорошего настроения до свидания здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале перед вами сорт stormy weather ретро глубокое ретро просто самое такое что отличает этот сорт от всех остальных сортов которые есть и которые сейчас присутствуют это то что у этого сорта вот такие вот красноватые листья то с красной изнанкой и фантазийные вот такие цветы цвета цветоносы ложатся у этого сорта но количество цветов и количество и размер да мы видим размер с вами это фантазийность на этих звездах фиолетовая такая светло-фиолетовый да звездочки белла фиолетовые звезды и на них вот такая разбрызганная она и темно сиреневая темно-фиолетовая фантазийность просто класс еще по краю нас идет такая небольшая рюшка вот розетка выращена на фитиле тут мы конечно большеватая но когда я ее на фитиль не ставила она была нормального размера то я и одна из первых розеток которые я поставила на фитиль но растет пока не нравится на фитиле ну в обыкновенных условиях не на фитильном поливе розетка будет меньше цветы огромные классные красивенные фантазийность просто шикарно вот такое сочетание фантазийности и листьев с красной до изнанкой это уникальное вообще явление среди фиалок сейчас таких сортов нету я не встречала и в принципе когда почему знаю потому что наш к не дала девочка своей коллекции вот возьмите пускай у вас будет расти если вдруг что я у вас заберу как-то пока она зацвела пока она выросла я смотрю что-то ну нигде ничего найти похожего не могу и я вот с листом одним с одним цветком дала своей знакомой у которой очень много фиалок и она раньше очень тоже давно занималась этим всем и такая говорит но это в рестурме вайза это однозначно потому что аналогов нет вот такой расцветки да вот фантазийности таких цветов и листьев только один сорт больше не встречала не видела поэтому сорт древний классный красивый и смотрите сколько лет прошло ассорт сохраняет свою вот такую вот фантазийную особенность у меня с детки с листа получилась одна детка это детка передала материнскому растению да все что надо все передалось генетически все осталось вся красота вся вот это вот фантазийность цвет конечно аховый но я когда снимала вот сломала цветонос как всегда так бы было бы еще больше я помню вот еще один расцветаем вот бутончики идут из там у нас все впереди но еще все еще вот видите сколько бутонов будет зацветать так что в этом году у меня скажу честно старички рулят все ретро сорта они просто на перебой и перед всеми новинками прям вот вот просто впереди планеты всей потому что они подтвердили свое качество свою сортовую особенность годами понимаете классные такие рэд нравится мне этот сорт спасибо ему за его такую красоту за такое да вот вот все вот вот видно все-все-все-все вот все таки дождинки разводики классные очень классные сорт называется stormy wese спасибо вам за просмотр удачного дня красивых цветов хорошего настроения здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале перед вами классный сорт химера юкака и так как всегда для начала описание сорта неопадающие простые синие звезды с зеленой центральной полоской средне зеленая стеганая листва это вот такая красота такая замечательная фиалочка конечно же могу сказать от себя лично что сорт меня радует очень давно как бы молодая розетка она не так обильно цветет как вот я видела фотографии на форумах но с учетом жары с учетом пережитого лета она все лето у меня цвела потихоньку по одному по два по три цветочка вот такой вот полосатенькая красоты потом ей вдруг захотелось запылиться видно да там запылившиеся цветочки и этих цветочков много практически все они уже стали пузатиться короче говоря вот такая красота у меня расцвела я сама любуюсь вообще обожаю синие цветковые фиалки она очень яркая очень красивая и очень неприхотлива и самое интересное именно для этого сорта именно для химеры да она повторяется с листа как это ни странно звучит я отдала своей знакомой листики от этого сорта решила просто поэкспериментировать и укоренила получились у меня много деток и вот мне человек буквально на днях отзвонился и сказала представляешь эти детки зацвели вот как надо полосатенькие зелененькая полосочка так что получается из листа вырастить химеру конечно я не говорю что химеры так размножается но как как иногда бывает повезет в общем то вот так конечно сорт классный я не знаю любите ли вы такие матрасики но я обожаю эти матрасики я очень люблю когда вот такая вот непонятность интересности красотища во первых он совершенно спокойно растет я ожидала о химера это сейчас будет там всякие такие понты до фиалочные нет абсолютно спокойный уравновешенный сорт прекрасно растет формируется розетка немножко крупноватая получается но меня этот вопрос не смутил меня радует то что мы цветем пережили лето и летом цветем еще и запылились и семена ждем пока нарастут я еще конечно и не сносила голову не формировала пасынки но не знаю пока что не занималась я таким делом вот как-то все руки не доходили все собираюсь но мне жалко она вот цветет чую трогать не хочу пока что но буду делать именно сносить голову и формировать пасынки я думаю что пока покажу вам сам процесс мне самой интересно как это все получится и так сорт юкаку классная вообще классно это такое заглядение с этими вот с этой с этой красотой вот с этой вот всей необычностью вот такой вот вот такой вот еще эти полосочки но это классическая химера которая просто самая-самая классическая из всех химер самую первую химеру и самую первую фиалку именно из химеры я когда увидела фотографию этого сорта с огромной шапкой цветов я не поверила своим глазам и сказала нет раз такое бывает конечно же девочки хвалят тоже на формах я почитала все практически восхваляют и те кто давно выращивать и кто начинает только выращивать именно химеры все отмечают то что сорт очень жизнестойкий крепкий любитель цвести расти пасынковаться в общем-то он со всех точек зрения и с точки зрения как продажи и реализации с точки зрения эстетики очень красивый и в общем-то ну все в нем есть поэтому сорт юкака классный классный тащусь ну как вам сказать это просто не передать вот ощущение когда ты выращиваешь спасынка думаешь как же он зацветет а будет ли по сорту а потом раз забыл полить блин пропустила полив пересушила а он такой раз отошел и все с ним в порядке никаких тебе пожалуйста выборков все растет и зацвел и радовал все лето и сейчас вот сентябрь середина все равно меня радует он такой вот я даже не хочу снимать эти цветы пускай там уже не знаю семена будут дожидаться не буду но мне просто нравится что он на стеллаже стоит среди всех таких вот пушистых распушистых а он такой себе простой полосатый такой красивый сортом очень довольна девочки если у вас есть сомнения покупать ли химеру или не покупать какая она капризная или не капризная вот это доказательство этот сорс что химеры просто очень простой выходе и очень легко растут зацветают и радует вот такой вот красотой конечно еще раз повторюсь что химеры лучше брать с процевшего процевшую розеточку молодую то есть не покупать кота в мешке лучше заплатить чуть дороже или допустим если вы доверяете человеку он сказал что до это этот пастынок портил но он сейчас не цветет да то можно заказывать или допустим если вы покупаете что в на сто процентов быть уверены что это именно так и мира именно то что вам нужно как и любая другая химера лучше покупать цветочий пастынок с одним цветоносом чтобы вы видели что вы покупаете именно то что вы хотите, потому что это красота, если она не по сорту, она может быть просто синяя, или просто зеленая, или просто белая, как бы, ну, это уже не та цена, к примеру, той фиалки, которая в спорт от химеры, да, как бы, если она в спорт ушла. Ну, в общем, в любом случае, я надеюсь, что у вас тоже есть такие красавицы, очень бы хотелось, чтобы вы поделились с нами своими отзывами об этом сорте, потому что многие девочки интересуются, что такое химера, что это за чудо такое, вот, и как оно растет, было бы интересно почитать ваши комментарии, мне очень нравится читать, что вы пишете о сортах, особенно если они у вас есть, и если у вас, допустим, сорт такой же, как у меня, тоже так же растет хорошо, я вот этого тоже радуюсь, потому что знаю, что сорт, который заслуживает на внимание, продолжает жить у нас в коллекциях, и этот сорт действительно заслуживает внимания, заслуживает место, под солнышком, на самом почетном месте, именно в любой коллекции, это лично мое мнение, конечно же, вот, напишите ваше мнение о сорте Юкака, очень хочу почитать, еще раз повторюсь, ну, на этом все, спасибо за просмотр, красивых, всего хорошего настроения, до новых встреч, до свидания! Здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале! Перед вами сорт Васильковый блюз! Классный! Такие вот полумахровые, махровые звездочки, но пока получились простые, но вот это вот по краю идет белая каемочка, такая незначительная, и еще эту каемочку оттеняет, вот немножко темнее цвет, чем самого лепестка! Классно! Вообще, такой красивый, насыщенный, сиреневато-голубой цвет, просто! Ну, Васильки! Васильки, это однозначно! Цвет просто! Действительно Васильковый, очень красивый! И розеточка такая, ну, компактненькая, сформировалась очень хорошо, но сейчас вечер, розеточка подняла ручки вверх, поэтому немножко не буду показывать Вам! Вот! Листья красивые, ровненькие! Первый цветонос, первое цветение, спешу показать, порадоваться! Вот у нас такой размер цветка, достаточно крупные мы! Вот у нас много цветочков, вот мы еще распускаемся! У нас все еще весь блюз у нас впереди! Это вот первый раз зацвели, сейчас фиалочка набрала с листвы, этот цветонос я уберу, Вам показала и уберу, и буду ждать весеннего, пышного, шапочного цветения! Надеюсь, что у нас так и получится! Классный сорт, красивый! Обожаю вот такие синие-белые цветы, еще и каемочка! Все при этом в сорте! Сорт очень красивый! цвет, 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 цвет Васильки, красивые Васильки! ЛЕ Васильковый блюз! Спасибо за просмотр! До новых встреч! До свидания! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале! Перед вами сорт Рейнин Бьюти! Красавец, красавец, и еще раз красавец! Это сорт просто мечта! Зеленца! Махровость такая! Крученность! Это вот еще один цветочек мне вот такой сюрприз припадал! Он просто какой-то вот, ну, невероятно махровый! Махровый, еще закрученный! Что-то такое мне Рейнин Бьюти придумал в этот раз! Я вообще каждый раз удивляюсь от этого сорта, потому что он каждый раз сможет заседать по-разному! И опять же, вот красивая листва, вот эта вот волнистость листвы дала нам возможность получить вот такие вот махровые красивые цветочки! Вот мы такие! Давайте покажемся! Цвет просто шикарный! Такой красивый цвет! Глубокий, фиолетовый, такой бархатистый! А это вот мы махровые получились! Махровый, махровый! А это опять не махровый! В общем, Рейнин Бьюти это такой сорт, который каждый раз вас удивит своим необычным цветением! Даже как-то, не знаю, как его поставить, чтобы вам было красивее, лучше! Видно, потому что и этот очень красивый цветок, да, звезда такая, не махровая! А это вот, ну просто! А это такая огромная махровая звезда забитая, просто полностью, полностью махровая, вся в махрушечке, вся вот в этой всей кудрявости такой, класс! Просто! Ну вот берешь отдельно один цветочек, отдельно другой, и можно сказать, что совершенно два разных сорта! Хотя сорт зацвел вот, да, одна розеточка так, другая, один цветочек так вот говорят! Махровая, полумахровая звезды! Вот вам наглядный пример махровых, полумахровых звезд на одной и той же розетке! Красивый, классный! Ну, конечно, розетка большеватая, но я прощаю этому сорту все! За его цвет, за его такую вот необычность и постоянные сюрпризы! И я этот сорт, ну, это один из самых моих любимых! Потому что он может и так, и так, и по-разному! Но все равно всегда красиво, цвет он просто забирает все на себя! Вот этот, смотришь просто, ты в нем окунаешься вот в этом цвете! Потому что очень глубокий, бархатистый цвет, красивый! Вот если кто-то хоть раз в жизни видел этот сорт вживую, я думаю, что вы со мной согласитесь! В красоте цвета этого сорта нет ему равных! Он самый красивый! Все! Рейнин Бьюти красота! Спасибо вам за просмотр! Удачного дня! Красивых цветов! Хорошего настроения! До свидания! Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале! Перед вами Оптимара Майдарлин! Кто заказывал вот такие синие глазки? Кто заказывал вот такую красоту? Конечно, вообще сорт такой вот ну такой! Вы сами видите, какой он! вот много-много-много-много всего! Темная листва хорошо растет, долго цветет, все при этом в сорте! И оптимара это промышленная сорта, да, и в принципе оптимары достаточно легко растут, достаточно легко развиваются, и это оптимара это не исключение, потому что вот цветочки небольшие, нас много, и мы держимся вот такой шапочкой, это непоказательное цветение этого сорта, это цветение сорта, который не был пересажен, который стоял на стеллаже, который перенес пересушку, который ну можно сказать так вот, обдирают листья, ставят укореняться, немножко удобряют, а я беру, расту, цвету и радую свою хозяйку. характеристика именно этого сорта, потому что я практически его использую как материнское растение, я с него снимаю листья, и мне нужны листья, а он все равно цветет и растет, понимаете, если дать ему полную силу, это просто будет обалденно, я в этом уверена, в этом сорте, то, что он сделает огромную шапку таких цветов, это просто гарантия для того, что так и будет, но конечно же я постараюсь, я хочу постараться от этого сорта действительно добиться такого шапочного цветения, потому что уже листики мы наукореняли, немножко дадим отдохнуть, вот я вам показала, какой он красивый, сниму вот эти цветы, поубираю, пересажу, подкормлю, и надеюсь, что к весне не буду загадывать, но очень хочется получить от него просто огроменную шапку вот таких вот красивых цветов, потому что с учетом всех условий, которые у него были, он зацвел просто феноменально, я вам могу сказать, потому что да, ну так, ну что ж, такая работа у наших материнских растений, мы даем деток, нам нужны листочки, мы даем деток, сорт, оптимара My Darling, очень красивый, яркий, нарядный, такой вот он, веселый сорт, который меня радует, и порадовала, я надеюсь, будет радовать дальше, спасибо вам за просмотр, хорошего настроения, красивых цветов, до свидания, здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале, перед вами оптимара Everprice, эта оптимара достаточно часто зацветает, как ей хочется, она может быть практически такой вот белый, практически синий, может быть просто анютка с негофрированным краем, это вот отцвела, получился полухимерный окрас, видно, да, такие вот анютки, это вот для любителей оптимар, у меня коллекция такая есть, не очень большая, но все-таки есть оптимары у меня, это вот один из таких сортов, которые вот, ну, маленькие анютки, ну, такое вот, она небольшая, она абсолютно небольшая, но это все в куче, у нас толпа цветоносцев, очень много всего, мы берем не размером, а количеством, толпа цветочков, классные такие, их много-много-много-много, вот мы много-много-много и цветем, и так красиво, еще красиво, листва, оптимар обычно такие гладкие листья, а это немножко волнистая, ну, и сама вот анюсочка такая, она идет гофрированной крайней, получается, еще сейчас похолодало, вот пошла зеленца немножко по краю, сорт любитель поудивлять, действительно, каждый раз удивляет своим цветением, своим таким вот необычностью, в плане оптимар, которые, да, постоянно зацветают, вот как положено, то эти оптимара, вот оптимара Эверпрайс, она зацветает, как ей хочется, и каждый раз по-разному, потому что летом она цвела, у меня практически вся синяя была, а сейчас вот немножко похолодало, и вот она уже стала спеленьким, и как-то так вот, сколько деток, наверное, столько и вариантов цветения, и это очень необычно для оптимар, потому что они, как бы, это считается промышленные сорта, которые ценятся за их устойчивость, за их возможность транспортировки, то в данном случае, вообще, я ее вот поставила, на столе она стояла, ну, немножко, да, вот ручки вверх подняла, а так цветочки держатся уже больше месяца, распускаются, новенькие, это она такая стройненькая, маленькая, красивенькая, классненькая, и все при ней, и все хорошо, и классно растет, хорошо размножается, неприхотливая, просто сорт, ну, конечно, если вы любите большие цветы, то этот сорт не для вас, но для разнообразия, и для такого, ну, просто, ну, вот она вот такая вот лопатушка, махонькая такая, их так много, и смотришь, такой вот, ну, думаешь, сейчас будет увеличиваться, нет, они не увеличиваются, они вот так вот и держатся, но их очень много, просто, толпа таких глазиков на вас смотрит и улыбается, красивый сорт, радостный, такой веселый, который поднимает настроение, да, вот он такой вот, посмотришь на него и начинаешь улыбаться, спасибо вам за просмотр, хорошего настроения, красивых цветов, до свидания, здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале, перед вами ЕК весенний гром, это ретровский сорт, опять же, мои любимые звезды, красивые, очень красивые, очень красивые, всегда шапочка, всегда шапочка, всегда красиво, всегда много, очень интересный сорт, вот, для голубоцветковых, синицветковых, вот, классные, еще вот эта каемочка, почему очень красивый, почему очень интересный, я сейчас вам покажу, это у меня на одном из стартеров, зацвела, вот такая красота, Такого размера цветочек, он уже отцвел, я сняла его вот. Так, закрылся немножко от нас, красиво получилось, стесняется. Классно, вот такие размеры вообще для этого сорта свойственны. Очень рано зацветают, очень. У меня в стартерах все розетки процвели, там получалось где-то 4 или 5 штук у меня. И вот в молодых растениях сорт достаточно старый, это ретро уже можно сказать на этот сорт. Но от того, что мы ретро, мы не становимся хуже, а только придает время и возраст этого сорта ему почтение. И благодарность за то, что он спустя годы сохранился, цвет насыщенный, очень яркий. Почему я говорю именно о спустя годы? Потому что есть сорта, вот не буду говорить какие, даже у меня в коллекции, вот буквально через пару лет после выращивания, вот пигмент ушел. И некоторые фиалки, пару сортов есть такие, которые просто вот уже потеряли свою сортовую особенность. И, к примеру, стали практически белые или, допустим, вот кайма у одной ушла. Ну, здесь вообще все всегда по сорту, все классно. Вот мы распускаемся, растем, цветем. Много сразу бутонов. Всегда, всегда, всегда цветун невероятный. Цветоносы крепкие, держатся все при этой розетке. На стеллаже тоже зацветает, но, как и все фиалочки, большинство сортов любят, когда естественное освещение. Они тогда получаются более насыщенные, более яркие. Красивый сорт, легкий в уходе. ЕК весенний гром. Рекомендую для новичков, для профессионалов, для всех. Сорт очень нравится, доволен, красивая, очень замечательная фиалочка. А если еще поставить вместе с розовой фиалкой, вот перед вами артист Палетта. Еще один древний сорт, они просто шикарно смотрятся. Одна, другая теняют, другая, одна перед другой. Одна такая, я такая, обе звезды. И какая из них большая звезда, тот уже судить нам или вам. Все, ну, очень красиво. Смотрятся вместе, понимаете, даже вот если сорт, бывает не так выигрышно смотрится один, как вместе с другим сортом, который его оттеляет, выгодно выделяет, подчеркивает особенности, красоту. ЕК весенний гром. Очень красивая, классная фиалка, мне нравится. Сортом довольна, люблю звезды. Приглашаю всех любителей звезд отписаться. Вот, потому что это действительно сорта, которые очень легко в уходе, очень легкие в уходе, быстро зацветают, всегда, всегда цветут, просто не умолкая. Это такие сорта. Благодаря своей такой вот незатейливой форме, красивой, они вот такие вот заядлые цветуны. Спасибо вам за просмотр, красивых цветов, удачного дня, хорошего настроения, до свидания. Здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вам показать очень красивые цветочки, такие шикарные нютки, фантазийные, фантазийные, все забрызганные вот таким вот красивым крапом. И это трейлерный сорт, называется X-Shotting Waterfall. Сорты не очень крупные, они достаточно мелкие, как для стандарта. Но, учитывая то, что этот сорт относится к трейлерам, то это очень крупные, очень красивые цветы. Это то, что они ложатся, вот видно, да, я никак не могу их нормально поставить, чтобы вам показать, вот они вот, ну, куда хочу, туда торчу. Вот, но это особенность трейлерных сортов. Они сползают, вот уже у нас такая кочерыжка выросла. Сорт трейлера, как для трейлера, практически не кустится. Его нужно сажать вот одного и того же сорта в один горшочек, вот несколько таких розеток, и получится необыкновенная красота. Конечно, у меня зацветала не одна такая розеточка. И, в принципе, с учетом сложности окраски сорта, могу сказать, что сорт очень хорошо повторяется. У меня все розетки и в деточках маленьких, и так, очень хорошо зацвели. Все по сорту, все как положено. Сорт хорошо передается. Сорт нужно вырастить и еще дать время ему, чтобы он расплелся, чтобы он опустился по горшочку. Но вот даже сейчас, вот в таком вот состоянии, мне очень нравится, потому что вот много цветов. Видно, бутоны еще идут. Цветал на стеллаже, и вот яркость цветов, все при этом сорте красивый. Вот понравился мне этот сорт. Я хочу посадить три штуки в одну большую посудину и посмотреть, что из этого получится. Конечно, если на естественном освещении, это будет вообще, наверное, целая такая толпа цветов красивых вот таких вот. Классно понравилось, нравится. Буду выращивать дальше сортом довольно. Очень красивый, яркий, насыщенный, необычный, фантазийный, легко растет. Даже видно, что цветоносцы не держатся. И это нормально и естественно для трейлерных сортов фиалок. Потому что фиалочки трейлерные обладают непосредственной красотой, когда они свисают и смотрят на вас в кашпо, где-то на высоте. И в этом есть вся прелесть трейлерных фиалок. Этот сорт относится непосредственно к стандартному размеру трейлеров. Это стандартный размер фиалки. Просто она вот вьется и красиво будет свисать. Красивый сорт. Мне очень понравился. Необычность, яркость, хорошая повторяемость. Сорт достаточно древний. Я брала у девочки, у которой ретро коллекция шикарнейшая. И вот сколько лет, за сколько лет этот сорт просто себя показал со всех сторон. И с лучших, только с лучших сторон. Потому что вот такие фантазийные сорта, они, ну, бывает, что с возрастом переводятся и практически исчезают из коллекции. Ну, а видно, что данный сорт получился как положено. Красиво, классно, нравится. Любуюсь им постоянно. Красивый сорт. Спасибо за просмотр. Хорошего дня, красивых цветов. До свидания. Здравствуйте, дорогие друзья. Рада приветствовать вас на своем канале. Перед вами сорт водяной. Классные цветы. Кто любит вот такую вот зеленцу по краю? Кому очень нравятся махровые, пушистые цветы? В первом цветении был один цветонос. И он достаточно долго держал цветочки. Цветы очень долго держались. Еще здесь такие у нас переходы, заходы. Как вот переливаемся мы. Очень махровые, красивые цветы. Серединку он открывает этот сорт. Еще мы будем цвести дальше. Еще вот идут цветочки такие. Розетка очень компактная. Просто листьев не очень много. Это вот все, что в кадр влазит, больше нет. И вот кто-то написал мне в комментариях, когда я вот рассказывала, что сорт и спорт и так далее, что туходумный сорт. Я, по моему мнению, сорт для такого цветка сложного, для такой раскраски и такой формы, сорт очень быстро растет. У меня в старте, в стартере уже зацвел. Уже просто показался, какой он есть. И очень быстро зацвел второй раз. В принципе, листьев еще немного, но хочу, чтобы подцвел. Очень красивый мне. Просто шикарный. Подружка-сестричка наша, которая спортом получилась, сейчас только зацветает. А сорт уже растет. Под видео дам ссылку. Посмотрите, какие мы были в младенчестве, так сказать, в юношестве. Есть у меня видео, где я показываю, как они сорт и спорт зацвели. Вот повторное цветение этих же розеток. Ну, пока что одной. Классный, красивый, очень красивый сорт. Это шедевр. Спасибо за просмотр. Удачного вам. Красивых цветов, пышного цветения, хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие друзья. Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу похвастаться и показать, что у меня впервые в моей коллекции выросла химера, которую я выросла и зацвела. Химера, которую я вырастила из детки. И, конечно, не могу не нарадоваться, потому что это такой полосатик, матрасик. Называется этот сорт с Фортуны Теллор. Это вот такая красота, полосатая. И, как всегда, у нас для начала описание сорта. Ционер Сарана относится к химерным сортам. Пурпурная, неопадающая крупная оборщатая звезда с белой лавандовой полосками. Розетка пестролистная, средне-зеленая и кремовая волнистая. Размер крупный стандарт. Это описание сорта. Ну, и, конечно же, мои впечатления от этой химеры, так как я впервые вырастила химеру с... ну, не детки, это именно с пасынка. Пасынок процвел, но у меня он еще не цвел. Это вот первое цветение такого замечательного, классного матрасика. Я такие фиалки, все такие полосатые, называю их матрасиками. Это у меня такой сленг, так что прошу не обижаться. Все химеры у меня матрасики, поэтому это мое такое словечко в обиходе из фиалок. И вообще-то очень красивая. Она так классно смотрится, еще выделяется среди всех фиалок и среди всех растений вот своей такой полосатостью и необычностью. Этот сорт мне очень понравился, потому что, во-первых, окраска, во-вторых, розетка. По крайней мере, в стартере сразу же показалось, какая она красавица и росла очень хорошо, очень быстро. Вообще, класс! Я как-то раньше больше боялась химеры, честно говоря, вот такое у меня было к ним. Немножко настороженное отношение. Вот я возьму, а как она расти будет? Ну, на самом деле, все легко и просто. Растет себе, взяла-зацвела. Конечно же, когда будем размножать с листа, то химера, как правило, не повторяется. Но я попробую все-таки провести вместе с вами эксперимент и размножу именно эту химеру, именно этого сорта, именно с этой розетки, листом. Интересно, что вырастет. Ну, а так, с сортом очень довольна, очень красивая. Еще хочу на пару взять к ней какую-нибудь розовенькую. Не знаю, у меня где-то что-то растет, надо будет посмотреть. Потому что вообще классная, красавица вообще, ой, классная. Я посмотрела на форуме отзывы. Очень хорошие отзывы именно об этой химере. И девочки все хвалят. Как-то я согласна с ними. Потому что ругаться даже не на что. Она очень красиво цветет. Как передается, не могу вам сказать. Но вот у меня две розетки. Это первая расцвела. Интересно знать, что получится дальше со второй. Потому что вторая тоже на подходе. Отсчитаюсь вам покажу. В данном случае вообще-то супер классная и замечательная фиалочка. Она, конечно, дорогого стоит. Но она того стоит. Ну, нам и всегда дороже. Потому что они размножаются только пасынками. Передаются вот такие, как правило, только пасынками. И если вы хотите купить химеру, обязательно покупайте цветущий пасынок. Потому что иногда можно взять нецветущий и не все пасынки химеры передают сортовые особенности. То есть может у вас быть не полосатая. Поэтому как бы тоже нужно в этом случае быть всегда внимательным. И если вы покупаете химеру и хотите обзавестись такой красотой, обязательно берите цветущий, процвевший пасынок. Я брала у человека, которому я доверяю. Мне сказали, что она процвела по сорту. Я сказала, хорошо, давайте. и мне приехал уже процветок. Пасынок нецветущий, но спустя время все процвело, все процвело как надо, как положено. Поэтому тоже такой момент. Знаете, дело в доверии. Это немножко отступление по поводу покупки химерных сортов, именно фиалочек. Обязательно покупайте цветущий пасынок, тогда вы будете стопроцентно уверены в том, что вы купите именно химеру, а не спорт. А не какой-нибудь просто замечательная красивая фиолетовая фиалочка, которая стоит намного дешевле, нежели сама химера. Нужно немножко этот момент всегда себя останавливать, потому что несовершие пасынки идут дешевле. И может и хочется сэкономить, но лучше не надо. чтобы потом не огорчаться, а узнать уже уверенным быть, что фиалочка у вас химера, и химера такая, как надо. Этот химерный спорт от сорта, он зарегистрирован, он утвержден, и он повторяющийся, поэтому этот химеру можно запросто покупать у коллекционеров, именно процвевшие пасынки, и с радостью выращивать, потому что в следующем цветении она вам точно так же повторится. Потому что насчет химер еще есть один такой пунктик, бывает, что химеры слабо повторяющиеся, они не закрепляются, и может в одном цветении она вас засвести, как химера, а в следующем цветении показаться просто синий или белый, поэтому тоже нужно это знать, и обязательно на форумах читайте о повторяемости и о сохраняемости именно самого химерного спорта фиалочки. это такой нюанс, который всегда нужно держать на контроле. Вот такая красавица, название не буду повторять, потому что я опять язык сломаю, поэтому извините, пожалуйста, прочитайте в описании, сорт очень классный, мне понравился, девочки, не бойтесь химер, покупайте, выращивайте, радуйтесь такой красоте, потому что она того стоит, она красавица, очень необычная и легко растет и вообще беспроблемный сорт, классный, классный, еще раз классный, хочу добиться огромной шапки цветов, я даже не буду ей голову сносить, просто листики сниму, а там посмотрим, как будет дальше. Так что, пожалуйста, если у вас есть эта красавица, отпишите в комментариях, поделитесь с нами своими впечатлениями о выращивании этого сорта, я думаю, что всем будет просто супер интересно почитать, как это все у других растет, потому что в моих условиях сорт показал себя очень хорошо, растет, цветет, разбивается, все в порядке, и даже, вот говорят, большой стандарт, я бы не сказала по розетке, что она прям так гонит и такая огромная, нормально растет, вполне приличная, замечательная фиалочка, очень красивая, очень классная. Спасибо за просмотр, красивых цветов, хорошего настроения, до новых встреч, до свидания. Здравствуйте, дорогие, друзья, рада приветствовать вас на своем канале, перед вами сорт Энн Адам, такие классные синие цветочки, просто обалдеть, такие красивые, красивые, вот это вот сейчас только-только начал распускаться, он более яркий такой, а те, которые уже со временем, да, с возрастом, вот они не желтеют, а начинают зеленеть, вот такие красивенные звездочки, маленькие, маленькие, такие, как бусинки, такая красавица, очень красивые, махровенькие, вообще, очень долго цветет, зацветал на стеллаже, классно, конечно, в стесненных, вообще, в стесненных условиях, просто обалдеть, ну, я, конечно, подсела на мини-полумини, я это признаюсь, все у меня уже повернулось в ту сторону, раньше я их боялась, а сейчас я просто в восторге от этих красавиц, быстро зацвел, очень легко, очень быстро размножился, хорошо укореняется, просто классный, такой классный, классный, еще хочу от него добиться, чтобы он меня зацвел с шапочкой, сейчас, конечно, это первое цветение, и сразу вот такие красивенные цветочки, просто, красавец, красавец Энн Адам, красивый, у меня просто эта селекция вообще вызывает полный восторг, очень красивые цветы, очень красивые сорта, Энн Адам меня покорил, вот такие вот красивые, маленькие звездочки, махровые, напоминают розочки, вообще, красивый сорт, очень нравится, классный, 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 потому что зацвел в моих условиях, я их абсолютно не баловала, и они у меня растут просто на стеллаже, я их в этом году, ну, просто часть, я просто успевала только поливать, но благодарность за вот то, что его поливали, он красиво, очень красиво зацвел, просто классно, красивенные, красивенные цветочки, все, я, все, Адам в любимчиках однозначных, однозначных любимчиках, потому что очень красивый цвет, такой насыщенный, и вот со временем, вот еще раз повторюсь, что он со временем не становится там где-нибудь желтым, там, нет, он наоборот зеленее, то есть еще собирается дальше, дальше, дальше держаться, конечно, долгоиграющий, долгоцветущий сорт, спасибо вам за просмотр, хорошего настроения, красивых цветов, до свидания, здравствуйте, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале, перед вами в ад царь горох, первое цветение этого сорта было не очень многообещающим, и я, честно говоря, немножко разочаровалась, но когда я уже почитала, учла все необходимые требования к этому сорту, сорт очень любит естественное освещение, любит стоять в более теплых условиях у него, тогда проявляется вот такая вот красивая краска, розетка, как всегда, щипанная, потому что я развожу сорт, но он, помимо своей красотой, сразу предупреждаю, очень сложно разводимый, потому что, ну, как-то вот этот кудрявый лист, немножко закрученный, пестролистный, сейчас я дала больше удобрения, он у меня стал, заплыл немножко, очень красивый, пестролистный сорт, классный, если бы не его вредность, не знаю, может быть у вас не вредный, но у меня вредный, я как-то с ним долго пыталась подружиться, в плане укоренения, в плане роста, и цветения, но все-таки мы подружились, у меня вот получились вот такие вот классные звезды, достаточно крупные, я тут хлопаю в ладоши, радуюсь, ура, это, знаете, такой сорт, который просто вот проверка на прочность, а сможешь ли ты так вырастить, вот мы с ним так друг друга проверяли, и проверили, так что, да, смогли мы подружиться, смогли распуститься, вот еще один молодой цветочек у нас идет, тоже такая же красочка получается, такая же, ват, царь, горох, красивый сорт, конечно, немножко привередливый, но его привередливость это вот такая красота, в конечном итоге, растет, развивается, начал свистеть, на окошке, на естественном освещении, окраска просто шикарная, это такие звезды, еще с такими мазками фиолетовыми, и разбрызганный розовый горох, это все переливается, красивый цветок, красивая, ну вообще красивый он, конечно, если вырастить розетку, как надо, не обдирать ее, потому что я стараюсь сохранить, потому что он такой немножко кабризноватый, поэтому извиняй, дорогой, будешь общипанный, ну а что делать, ну хочется сохранить, потому что тяжело разводится, не знаю, может мне так, я так себе внушила, не знаю, если у вас есть, конечно, своего, по поводу царь гороха, пожалуйста, отзовитесь, потому что, конечно, в каждых разных условиях сорт показывает себя по-разному, ну, я вот, вот такая, и мы такие, но я довольна и счастлива, потому что этот сорт, все-таки я его победила, мы вместе друг друга победили, и так красиво зацвели, классно, красивый, классный сорт ватт царь горох, спасибо вам за просмотр, хорошего настроения, красивых цветов, до свидания, дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале, перед вами Л.Е. Кудри Венеры, такие кудрявые кудри, такая красота, вот такие кудрявые, забитые, очень плотные, густые звезды, махровые, 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 очень красивого, синего цвета, глубокого, такого, прям, электрик, я думаю, вы сами видите, какой цвет, какая красота, и это все с деленцой, я зацветала на стеллаже, эта фиалочка у меня, сразу же пышное цветение, это первое цветение, розетки молодой, это очень компактная розетка, просто, сама компактность, небольшая, абсолютно небольшая, маленькая, цветоносы крепкие, цветоносы держатся, долго цветет, она меня дождалась, пока я ее сниму, как я уже говорила, зацветала на стеллаже, в моих условиях, абсолютно, спартанских, выдала, вот, то количество цветов, которое вы видите, соответственно, цветоносы крепкие, стоят, держатся над розеточкой, все у них в порядке, несмотря на то, что на стеллаже, у меня, немножко жарковато, как для зеленых рюшей, зеленые рюшики, сохранились, все сохранилось, все осталось, все вот это есть, и она просто классная, я уже говорила, как-то, я немножко не дружу, вот с такими, вот, густо забитыми, вот такими, да, густыми, очень густо набитыми цветами, когда очень много лепестков, вот, как-то, в моих условиях, они не всегда, вот, раскрываются, как-то, вот, они, ну, не дотягивают, и я что-то не так делаю, может, пересушиваю немножко, но это уже мои условия, как бы, в моих условиях, это я о своих условиях говорю, то кудри Венеры, вообще, несмотря ни на что, у меня цветут, просто, на ура, все, это сорт, который меня любит, я его тоже, на этом у нас взаимная любовь, потому что, действительно, она хорошо размножается, очень легко растет, я, дело в том, что, когда я ее покупала, ну, там были немножко нюансы определенные, и это этот сорт, на котором я училась выращивать много фиалок, я спасала детку, обрывала ее, и все-таки она у меня осталась, за это я ей очень благодарна, потому что, уже это был такой момент, когда я решала, буду я заниматься фиалками или нет, нужно мне это все или нет, и я как-то была уже в таком, просто так себе решила, вот если вот эти останутся, я буду заниматься фиалками, выращивать их, и вот в качестве, знаете, как вот такой знакового сигнала, у меня осталась эта фиалка, это кудри венеры, любаша, прекрасная креолка, это те сорта, которые у меня просто, ну, скажем так, выжили в самые сложные времена, когда и торф был некачественный, и, ну, я не знала, что нужно проверять, ну, как бы, я не знала, что был некачественный, и у нас там были проблемы с водой, потом было жарко, и вот спустя вот все эти неприятности, мы просто вот вместе прошли через все, и этому сорту я очень благодарна, за то, что он у меня остался, потому что сорт очень красивый, и мне нравится, 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 потому что, ну, вы сами видите, какая красота, сколько, сколько цветов, как оно все, вот, все вместе, и розеточка, и компактненькая, и цветочки, и рюшечка, и зеленца, и все при ней, и нравится она мне, Е Кудри Венеры, красивый сорт, нравится, люблю ее, Е Кудри Венеры, очень красивый, замечательный сорт, нравится, обожаю, люблю, ценю, буду сохранять, беречь этот сорт, как самый, самый ценный сорт в моей коллекции, спасибо вам за просмотр, хорошего настроения, красивых цветов, до свидания,